Здравствуйте, многоуважаемые попы! Вопрос в следующем. Зачем вы пытаетесь донести ваши слова до каждого? Лезете в школы, пропаганда на каждом углу, куда ни плюнь. Что же вам в своих церквях не сидится-то? Народ поумнел, и сказками сыт не будет. Вот, хороший вопрос. Мне нравится. Да я даже очки надел. Дело вот в чем. Вот, как бы в этом вопросе содержится и ответ. Мы хотим, чтобы наши слова оставались не напрасными. Вот, каждый человек ведь хочет, чтобы его услышали. Ну, дети, допустим. Или, вот, ну, диктор телевидения читает новости. Он хочет, чтобы как можно больше услышали, поэтому, говорит, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы все люди одинаковые. Когда командир отдает приказ, он хочет, чтобы каждый воин в его подчинении его услышал. Поэтому вопрос, зачем, он как-то, по-моему, сам очевиден. Лезете в школу. Ну, вот, не знаю. Я никогда сам-то не лез, а, например, приглашать очень, довольно частенько приглашали. Были такие годы, ну, это 90-е, правда, когда вообще чуть не каждый день звали на расхват. Было интересно. Люди, они открыли для себя. Вот. Ну, и потом. Все-таки у нас 80% населения говорит, что они православные. Вот. Нам интересно их, собственно, ну, проэкзаменовать и научить этому саму православию, если кто-то там вместо православия рассказывает какие-то сказки. Потому что народ сейчас умный, сказкам-то не верит, поэтому мы должны здравое учение преподавать, а не сказки. Сказки это вот сейчас по телевизору рассказывают про там инопланетян там, ну, вообще всякие там, ну, всякие глупости. Про внеземные цивилизации, про какие-то космические энергии там, ну, в общем, бесконечно. А говорят, новые научные открытия. Ну, что значит научное открытие? Это же... Они сами изобрели науку, там, уфология, которой вообще нету как таковой. Он может городить что угодно. Это несерьезно. Вот. Потом. Что же вам в своих церквах не сидится? Нет. Очень даже сидится, нам нравится. Но службу у нас утром и вечером, а днем? А днем можно пойти в школу. И потом мы служим в церквах в основном в воскресенье, праздники. Ну, когда череда и в будни, а так, почему не прийти в школу, в институт, в военную часть? Уж не говоря про больницы. Туда постоянно забудут. Да, больницы очень много желающих. Мы даже в больницах строим храмы, чтобы священие там было постоянное, всегда востребовано. Люди сами хотят. Хотят. И военные хотят. И штатские, и мужчины, и женщины. И вот очень уважают. Вот как вы говорите, многоуважаемые. Вот везде почет и уважение. Куда ни придет, в лифт. Первого тебя пропускают. В больницу прихожу, даже никто не говорит, надень бахилы. Сам надеваю. Ну, потому что медицинское учреждение. Продолжение следует.